Добрый вечер Добрый вечер Потом, как в телевизоре коньки на себя надели, тулупы солдатские напялили, двойной тулуп, говорят, будем исполнять, и налет, а здоровой жопе, как ламантины Дядя Тоня сейчас, правда, худеет начала, села на диету, не ест после семи, семь килограмм за раз съедает и больше не ест И так шесть раз в день Тетя Таня такая же дама Жених на свадьбе на руке взял, по колени в паркет ушел, бедолазь Лед от них затрещал, когда они еще на земле стояли А когда они на него выехали на погнутых коньках, так и ушли под лед, как немцы на Чудском озере Так она же под музыку, они с магнитофоном приперли Хорошо не глубоко было еще Коток на стадионе Жених озера А этот учудил, Митяй Полное имя Борис Причем Борис полный Посмотрел передачу очумелой ручки И сделал из пластиковой бутылки ускоритель на мотор На мой же лодочный мотор и поставил Что я железяку какую-то привинтил В воинской джазе где-то свистнул Сразу же мне про ракету не сказал Давай, говорит, заводи, пробуй Ну я и завел мотор Две недели без бензина пороздил водную гладь Два раза Байкал прошел туда и обратно Три раза обгонял знаменитого безработного Федора Конюхова Пока Багром не зацепился за его лодку Он же мне мотор отключил Веслом А что далеко ходить Вот жена моя, Тося Решила приготовить для любимого мужа Пиццу из морепродуктов Кто не знает, пицца это развернутый пирожок В общем, Тося записала ингредиенты Тунец аргентинский Омар испанский Мидий и Красного моря Горный розмарин Шведские устрицы сентябрьского улова Сыр пармезан Все это она перечислила продавщицу в сельпо Где-то на испанском омаре продавщица потеряла сознание Ну что, тунца Тося легко заменила зеленым горошком Омаров она талантливо заменила им же Шведских устриц сентября она подумав Заменила им же, но с салом Огурцы оказались похожими по вкусу на креветки Красного моря Чтоб не обидеть супругу, я съел эту пиццу всю Сухомятку не фонтану, молоком запил нормально Я не понимаю, как итальянцы могут есть эту пиццу постоянно Я же после этих морепродуктов здорово на дискотеку поперся Не буду вдаваться в подробности Но после дискотеки меня все кличут Газпром А еще показывают такие рецепты по телевизору Телевизор враг человека, я вам скажу А этот придумал у нас Вася Качок Ну качается со стороны в сторону постоянно Посмотрел по телевизору, как парни себе невест выбирают Решил жениться тоже Надоел одному качаться, наверное А невесту решил выбирать не просто так А как в передачах контрольная закупка Лучшую прихватить А у нас невест на выдании, их три штуки всего Все, правда, как на подбор 90-60-90 Это их возраст Они как узнали, что Вася идет невест выбирать Стали готовиться к таинству брака Стали нас усыриваться, прихорашиваться Делать себе на лице квартирный вопрос Все как по телевизору Стали нас усыриваться, чтобы голый пупок Еще и пирси сделала, кольцо от ворот на пупок прицепила Она, эта бабка, когда по деревне шла Собаки выли в обнимку с котами Пальцами на него тыкали, тряслиться страшно А другую бабку модную накрашенную Внук, как увидел, опять писаться начал Хотя его и заговорили лет 30 назад Мужик с работы пришел, спал Уставший И армию прошел, и горячую точку не писался Медали принес А как она его разбудила С черным лаком ногти Помада на губах тоже черная Два зуба по краям блестят во тьме Он ее как увидел, так и понял, кто за ним пришел Пожалел, что проснулся Сейчас-то внук не спит, второй месяц уже Так в углу стоя подремлет минут 10 с топором или с лопатой И больше не спит О, я баба Вера тоже, невеста запасная последняя А малышу еще мать приготовила по рецепту Малахова Хирург, прости господи, что же с телевизора Ну, сварила кастрюльку восьмилитровую Поставила остывать, ушла куда-то В это время племянник Ерев зашел что-то по делу там Ну, смотрит, кастрюля стоит, запах хороший Несет на всю деревню Ну, думал, борщ такой Посолил, попричил, стал хлебать Хорошо хоть всю кастрюлю не сожрал МШСовцы спасли Остановили омолаживание Оно у него быстро пошло Сейчас сорокалетний мужик выглядит лет на 16 Старше Тело омолаживание не тронуло, а мозг сильно задел Соображение сейчас сколько-то трехлетнего Поеду, скажу, чтоб выдергивали антенну Иначе сдуреют тут себе, перекалечутся Пойду в автобус, подошел уже Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!